Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Январь и февраль это те зимние месяцы, когда все мы мыслями уже весной. Каждый садовод-огородник мечтает поскорее начать посевы и мы сейчас выбираем различные способы предпосевной обработки семян. Только думаем о семенах и о посевах. Сегодня снова у меня речь пойдет о протравливании семян, потому что это очень важная тема. Но если до этого я рассказывала о препаратах, продающихся в садовых магазинах, то сейчас я поделюсь с вами рецептом, который можно назвать редким и даже экзотическим. Это замачивание семян перед посевами водкой. Я уверена, что многие даже не слышали о нем, потому что в последние годы этот метод протравливания семян незаслуженно забыт. Но те, кто им пользуются, отзываются о водочных компрессах для семян, вот таких своеобразных, только положительно. При предпосевном замачивании семян водкой никаких дополнительных препаратов нам не потребуется. Ни протравливателя дополнительного, ни стимуляторов. Водка у нас успешно их заменит. Я сейчас вам все расскажу. Она выступает и в качестве протравливателя, и в качестве стимулятора роста. Она прекрасно пробуждает семена, ускоряет их ростовые процессы и убивает все болезнетворные бактерии. Поверьте, она очень хорошо продезинфицирует ваши семечки. Вот если задуматься и вспомнить, мы же знаем, что дезинфицирующие свойства водки использовались испокон века у нас на Руси. Вот знакомы всем давно, вот по книгам, по фильмам, мы видели и знаем, что еще во время войны именно водкой обрабатывали всегда инструменты, вот в боевых условиях перед операциями, раны бойцам. До сих пор медицинские работники дезинфицируют, когда делают нам укольчики, водкой. Это тоже там, можно сказать, водка, спирт. Ну а про стимулирующий эффект водки мы, конечно, тоже все знаем. Можно наблюдать даже как людей, он стимулирует, как они веселятся в дни праздников. Вот такое же действие, вероятно, она оказывает и на семена. Я не буду сейчас глубоко копать и давать вам какие-то научные обоснования этого действия. Просто вот как факт вам изложу. Я знаю, что во времена Советского Союза, когда садовой химии в далеких деревнях и селах в помине не было, многие протравливали свои семена водкой и считали этот метод самым простым и самым доступным, но и в то же время эффективным. Вот кто-то из вас пользуется до сих пор. Можете, если кто-то пользуется, можете в комментариях написать и свои отзывы другим людям посоветовать, можно им пользоваться или нет. Вот теперь о самом процессе сейчас расскажу. Потому что было вступление большое, а сам процесс очень короткий. Нет ничего проще. Кладем семена в небольшую стопочку или стаканчик, заливаем их до полного покрытия и держим 15-20 минут. Все, вот весь процесс. Тут не надо ничего подбирать, вымерять. После этого, когда пройдет 15, ну можно до 30 минут, водку сливаем и можно через мелкое сито или как-то там другим способом, ну кто как. Так, семена обмываем чистой водой и они готовы к посеву. Кто хочет, можно немного подсушить, чтобы сеять было удобнее. Но можно и раскладывать прямо в мокром виде. В эту же водку потом можно замочить другую партию. Рабочий раствор многократного использования. Это очень важно и очень экономично. Не надо каждый раз заливать новую водку. Как видите, проще некуда. Попробуйте в виде эксперимента. Может быть вам понравится и этот метод станет вашим любимым. Вот советую всем начинающим садоводам-огородникам пробовать как можно больше различных способов предпосевной обработки семян и грунта. Только так можно найти те способы и методы, которые подойдут именно вам. Потому что кому-то нравится замачивать водки, а кому-то нравятся магазинные стимуляторы, которые нужно капельками отмерять. Найдите свой идеальный метод. До свидания. Желаю всем больших, хороших, богатых урожаев. С водкой или без, все равно.